Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем путешествие по мясным блюдам, по гастрономическим эпохам. Сегодня я хочу затронуть двухтысячные. Давайте вместе со мной поностальгируем. Это было 25 лет назад, представляете? Многие, я уверен, что кто смотрит мой канал, достаточно взрослые, чтобы помнить отчетливо двухтысячные года. Я сегодня буду делать курицу в кисло-сладком соусе. Но если сочную курочку от черкизова все знают и помнят, то, конечно, с соусом она будет еще интереснее, еще вкуснее. Кстати, кисло-сладкий соус к нам пришел как раз в эпоху двухтысячных, занял активное место в гастрономическом мире России. И многие, я помню, как сейчас говорили, что это китайская кухня, да? Ё-моё, что они там столько сладкого? Почему у нас все время сладкое? Нет, кисло-сладкий соус делают в разных частях Китая по-разному чуть-чуть. Есть у меня на канале базовый соус, я буду использовать его. Но, понятно, с добавками, потому что здесь все равно я его вам показывал в варианте без всего, а только лишь соусной основы. Здесь у меня еще будет имбирь, чеснок, чили, перец обязательно. И, конечно, курочку я возьму вот такую. Грудка. Тема рабочая, да? И в китайской кухне грудка активно используется, но я здесь пошел немножко дальше. Сейчас на прилавках можно найти малое филе. Это очень крутой выход из ситуации, когда нам даже не надо резать куриную грудку. Малое филе отделяется, и оно вот такими кусочками попадает в упаковку, и, соответственно, из упаковки уже попадает к нам домой. Очень удобная вещь. Я возьму, сколько тут мне надо, чтобы вместилось все в сковороду. Да, в принципе, все давайте уместим. Она же обжаривается, ужаривается. Заодно можно накормить сразу несколько человек. Значит, что делаем с куриной грудкой? Ничего особенного не делаем. За исключением того, что берем маленький зубчик чеснока, режем его помельче, добавляем прям совсем чуточку для ароматизации курочки, пару капель соевого соуса. Ну, для, знаете, для такого вкусового оттенка. Сильно много не надо, иначе выкрасится она. Так как соевого соуса минимум, соответственно, добавляем сюда соль и, конечно же, растительное масло. Можно было бы добавить туда еще и крахмал и так далее, но я буду двигаться по своему пути. Раз в Китае столько разновидностей этого блюда, пусть будет еще одна разновидность московская. Ну, поймете, очень вкусная, классная разновидность. Ни капли не сомневайтесь в том, что это будет действительно очень вкусно. Перемешиваем с солью, соевым соусом, чесноком и маслом. Филе нежное, долго готовить его нельзя, иначе высохнет, поэтому будем все делать в щадящем режиме. Пусть оно пока полежит, а я сделаю соус. Значит, кто не смотрел мой ролик, посмотрите, но еще раз напомню. Значит, я буду делать, в ролике я делал на кетчупе, здесь я буду делать на томатной пасте. Суть одна и та же, плюс-минус. Строится все вот каким образом. Одна ложка томатной пасты, две ложки сахара, три ложки уксуса. Лучше всего яблочный, но винный тоже подойдет. Четыре ложки московского бульона, только из того краника, который у нас фильтрованный. Ставим все на плиту. Варим, увариваем. Часть воды должна выкипеть. Короче, после закипания на медленном огне примерно где-то минуты 3-4. Томатная паста сама загустит соус, и он будет такой густой, прикольный. Во всяком случае, вы всегда можете добавить одну ложку воды, если вдруг вас будет что-то смущать. Ну, не смущайтесь. Делаем заправку. Заправка слова не очень подходящая, конечно, но нам нужна вкусовая составляющая. Яркая. И, конечно же, азиатская в китайском стиле. Три основных ингредиента. Это имбирь, чили перец и чеснок. Небольшое количество имбиря. Сколько здесь граммов? 15, наверное. Тонким-тонким слайсом. Иначе будут кубики крупные, будут попадаться, будет невкусно. Слайсики эти тонко-тонко режем на тончайшую, как волоски, соломку. И теперь на мелкий-мелкий кубик. Тоже меленько-меленько-меленько все должно быть вообще. Прям супер мелко. Видите, у меня меньше миллиметра там кубики. Чем тоньше будет соломка, тем мельче получится кубик. Но, с другой стороны, я вот смотрю, присылают мне, где-то отметочки делают в соцсетях. Я смотрю, блин, в ролике же сказал, максимально мелко. Такими шматьями фигачат. Теперь чеснок или чили, можно, тут без разницы. Чили острый. У меня, видите, попка здесь уже такая подсохла. Много не кладу, потому что мне надолго этой попки хватает. Она прям реально, что-то ядрё на какой-то перец попался. Все, меленько рубим. Чили-перчик тоже такой получается, как мелкими-мелкими кубиками. И чеснока. Чеснока побольше, потому что курица без чеснока, понятно, считай, зря потратили продукт. Так, чё у нас, соус закипел. Смотрим, чё у нас. В принципе, густой. Надо попробовать его на вкус. Мне не хватает кислоты, я бы ещё чуть-чуть добавил паста сладкая. Ещё ложечку. Вот так. Всё, кипнули и забыли. Когда я делал его с кетчупом, в кетчупе уже есть уксус. Пробуйте поэтому на этапе приготовления. И вот здесь уксуса же нет, томатной пасти, она ещё и сладкая. Вот поэтому чуть-чуть больше уксуса надо добавить. Но это по вкусу, сами смотрите. Там же ведь важный элемент такой. Все китайцы делают кисло-сладкий соус по-своему. Кто-то берёт такой кетчуп, кто-то добавляет там чуть больше сахара. Кто у кого-то, рецепторы, кто любит... Ну вот даже вот у нас там в команде есть ребята, которые любят больше сладкое. А есть кто больше кислое. Я, например, больше кислое люблю. Поэтому вот мне сахара достаточно, а кислоты чуточку не хватает. Уксуса добавил, всё, кислоту выровнял. Всё, мелкорубленный чеснок. Можно смешать с имбирём, чили. И ещё разочек пройтись другой. Всё, нам нужна мелкая крошка вот этой китайской смеси. Вот она уже всё запахла китаем. Опять же, кто-то больше имбиря добавляет, кто-то меньше имбиря. Кто-то считает, что чили вообще не надо добавлять. Или добавляют щепотку каенского перца уже в самом конце. Поэтому кисло-сладкий соус убираем. Ой, кислота чувствуется. Оставляем пока здесь. Дальше мне нужны две сковороды. Значит, я сказал, что я по-своему чуть-чуть буду делать. Так вот, я хочу, чтобы вкус был более интенсивный. Значит, в оригинале что делаем? Слазим, нарезаем курицу, крахмал, яйцо, соевый соус. Перемешиваем, жарим во фритюре. Потом делаем соус вместе вот с этой штукой. И добавляем курицу, перемешиваем и отдаём. Я хочу курицу целиком оставить кусочками. Потом обжарить её на гриле, чтобы вкус от этих полосок появился. Грильный. А потом уже смешать со всеми остальными ингредиентами и соусом. Поэтому гриль-сковороду разгоняем на максималках. Курицу ещё разок перемешать. Ах, вкусно пахнет. И, соответственно, что делаем? Выкладываем на сковороду-гриль. Так, прикирочка вошла. Так, в это время зажигаем другую сковороду. Добавляем туда растительное масло. Значит, я в чашечку взял крахмал. Одну чайную ложку. Разбавлю его водой. Курица всё равно чуть-чуть влаги даст. И мне нужно, чтобы соус был глянцевый. Разбавим чуть-чуть. И за счёт крахмала соус очень нежно прилипает к курице. Поэтому это у нас тут стоит масло. Раскалилось. Ещё не раскалилось, но раскаляется. Значит, курицу надо перевернуть. Малое филе готовится очень быстро. Но нужно учесть один важный момент. Мы его ещё в соусе должны чуть-чуть доготовить, да? Поэтому там не стремимся к полной прожарке. В масло отправляем имбирь, чеснок и чили-перец. Курицу черкизова любим не только мы, россияне. Но ещё Китай очень активно покупает российское мясо. Половина экспортной выручки черкизова приходится на юане. А ещё компания поставляет продукцию на Ближний Восток и в другие страны азиатского региона. Как только чеснок у нас начал шкварчать, перекладываем сюда филе. Перемешиваем слегка курочку, чтобы она обвалялась в имбире и чесноке. Видите, некоторые части ещё сыроватые. Поэтому не переживаем, сейчас она у нас приготовится, доготовится. Всё, курица здесь. Далее выливаем кисло-сладкий соус, перемешиваем в кисло-сладком соусе курицу. Всё делать надо очень быстро, чтобы не переготовить. Видите, курица начала давать влагу, и соус как будто бы жидкий немножко стал. Вот именно поэтому у меня вода с крахмалом. Выливаем воду с крахмалом, чуть-чуть подзатягиваем соус. Видите, он стал густой. И снимаем с огня. Хватит готовить курицу. Она у нас готова, горячий соус. Всё, ароматика нужная нам. Всё, соус густой, прилипает. Я всегда добавляю уже после приготовления капельку кунжутного масла. Это прям обязательный ингредиент. Прям чуть-чуть. Оп. Совсем лёгкую капельку. Лёгкую, вообще малюсенькую капельку. Выкладываем курочку. Сочную, нежную, потрясающую. И густым глянцевым соусом поливаем. Рис обязательно отварите к этому блюду. У меня есть кунжут. Как без него. И, конечно же, кинза. Она у меня лежит, тут намокает. Через корешки впитывается влага. Кинза была такая, немножко подвядшая. Но когда в воду её кладёшь на полчасика, она такая, шик, становится сразу крепкая, сочная. Я люблю стебли. Чик. Стебелёчки, стебельки. Оп. Всё, стебельки хрустящие получаются, вкусные. Но это меня поймут только любители кинзы. Безусловно. Кто-то скажет, фу, клопами пахнет. Но в азиатской кухне это вообще норма. Вот я всегда говорю, через азиатскую кухню нужно знакомиться с кинзой. Да, курочка нежная очень. Соус её нужно обмакнуть каждый раз. Кинзулькой закусить. Яркая сладость, яркая кислота. Имбирь, чеснок и чири делают его таким согревающим, мощным, вкусным. Кому-то может показаться, что мало соли. Но в этом и смысл. Это кисло-сладкий соус. Это не солёный соус. Поэтому чуть-чуть сверху просто добавляйте соли по своему вкусу. Либо капельку поливайте соевый соус на рис. И вместе с рисом у вас получится практически оригинал. За исключением нескольких нюансов. Ну, потому что так крупные китайцы точно не делают. Я сэкономил ваше время и своё время. Сконцентрировался на соусе. Потому что малое филе и так очень вкусное и нежное. Его главное не переготовить. Ну, а дальше всё очень просто. Кто любит азиатскую кухню, это блюдо, конечно, зайдёт максимально хорошо и комфортно. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Впереди нас ждёт и вас, и нас. Масса всего интересного. Мы продолжаем делать вкусные блюда. Дарить их. Мы, в смысле, наша команда продолжает делать эти вкусные блюда. Дарить их вам. Чтобы ваша жизнь улучшалась. Для того, чтобы вы знакомились с разными, совершенно необычными вкусами, сочетаниями. Потому что гастрономия – это не только пожрать. Гастрономия – это работа мозга, работа души, работа сердца. Путь к успеху. К любому. Даже если вы не повар. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.